Приветствую вас и, если сказать коротко, не соглашаться на меньшее. Развернув свой ответ, я скажу так. Мужчины почему-то считают, что несмотря на его финансово-материальное положение, вы, и это его мнение, должны довольствоваться вот тем, что он вам дал, что он вам предоставил, что он сизволил вам как бы презентовать. И естественно это унижение, естественно это высокосмерное, это снисходительное отношение к вам. И если мужчина еще и обиделся в ответ на ваше поведение, это говорит о том, что он не желает в необходимой степени складываться в вас, замоевывать вас, баловать вас, ухаживать за вас и так далее. И в этой ситуации вам нужно поступить так. Не хочет ли человек в полной мере, в полную силу вас добиваться. Его право, скажете вы. Вот твое право, что ты посчитал меня достойным вот этого, того, что он вам предоставил. Но я на это не согласен. И я не буду с тобой быть до тех пор, пока ты не будешь меня оценить должен образом и по достоинству. Вот пока ты не оценишь меня по достоинству, я с тобой вообще не буду общаться даже. И на этом вам нужно стоять твердо. И либо у мужчин симпатия к вам преодоление жадности. И он потом скажет, нет, все-таки вот она дороже. Она дороже моей жадности. И он будет относиться к вам с уважением. И будет достойно за вами ухаживать. Либо он подумает, а, найду другую, которая будет принимать то, что я даю, и соглашаться на то, что я предоставляю. И в этом случае с этим мужчиной у вас ничего не получилось бы, потому что чувств у него нет. Зато есть расчет, что вы согласитесь не быть просто, потому что он такой богатый, красивый может быть, умный, как он считает и прочее. То есть тут очевиден расчет. Там, где есть расчет, ну, слабо верится в чувства. И попробую вам описать, что будет или что было бы, если бы вы согласились на вот этот презент, который не соответствует ни вашим представлениям о нем, ни как таковым мужчинам. Мужчина бы понял, ага, она приняла его, она согласилась на то, что я ей даю, значит, больше мне и делать ничего не стоит. Она уже моя. И дальше мужчина только бы еще более ограничивала вас. В конце концов, вероятно, ругая вас уже в совместной жизни, это я про будущего говорю, за каждую неправильно потраченную, с его точки зрения, копейку. Соответственно, вам этого, конечно же, не нужно. И вам необходимо принять соответствующее решение, нацеленное на защиту своих собственных интересов, своего достоинства и себя как личности, как ценности, безусловно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok